МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Ирина Нечаева, автор культурно-просветительского проекта Океан Солярис. Острова памяти. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая Леся! Здравствуйте, уважаемые рязанцы, дорогие телезрители! Здравствуйте! 7 июня Рязани ожидает большое культурное событие. Расскажите о нём, как оно будет проходить. Да, вы правы. На самом деле, это очень значимое такое событие для Рязани, потому что не каждый день, не каждый месяц случаются международные какие-то форумы, а это в библиотеке имени Горького пройдут международные научные чтения памяти Николая Фёдоровича Фёдорова. Был у нас когда-то такой философ на земле российской, на Рязанской земле. Рождён он был в XIX веке ещё. И совершенно необыкновенный человек, большой подвижник, просветитель, миротворец, благотворитель. Ну, то есть про него все пишут только в самых превосходных степенях, так сказать, и все его современники, которые с ним когда-то жили, и последователи всевозможных его учений. И всё это будет, ещё раз скажу, библиотеке имени Горького, потому что 25 лет своей жизни он был главным хранителем самой главной библиотеки страны. Сейчас она называется просто Российская государственная библиотека. В XIX веке это была библиотека Румянцевского музея. Но в основном её все наши россияне знают как библиотеку Ленина ещё с советских времён. И в метро даже осталась эта красная ветка, центральная библиотека имени Ленина. Вот как раз в этой библиотеке 25 лет он и проработал. Поэтому его считают, конечно, идеальным библиотекарем. Он придумал вот эту каталожную систему, которой до сих пор ещё пользуется. И много всего замечательного он создал в своей жизни. Так что 7 июня к нам приезжает большое количество учёных со всего мира. Приедут из стран СНГ, из зарубежья, из Японии учёные, из Сербии, из Франции. Ну и, конечно, культурные герои современности приедут. Писатели, поэты, художники. То есть Фёдоров – это такое, как сказать, глобальное явление. Это вообще такая большая идея, это большое явление культурное в жизни человечества. И мы должны гордиться тем, что это наш земляк. Он родился в посёлке Ключи, Сасовского района, Рязанской области. Родился ровно 190 лет назад. Ну, ровно это будет как раз 7 июня. То есть 7 июня, его юбилей, мы будем отмечать этот юбилей. Весь мир цивилизованный присоединяется к нам. Но мы видим, что Рязань готовится, мы уже видим и портреты Циолковского, Фёдорова и Гагарина в городе. Мы ещё раз приглашаем рязанцев в библиотеку имени Горького в 2 часа 7 июня. Ну, а чтения сами начались 5 июня. И они проходят с 5 по 9, 5-6 в Москве библиотеке, вот в этой самой главной библиотеке страны. 7-го именно в юбилейный этот день в нашей библиотеке имени Горького в Рязани. И 8-го, 9-го это будет Сасово, его родина, и Шацк. Гости поедут в Шацк, в училище уездное, где он когда-то учился. Он родился в Сасовском районе, в семье князя Гагарина. Но, к сожалению, так случилось, что он не носил фамилию Гагарин, потому что он был бастард, внебрачный сын князя. Ему дали фамилию Фёдоров. И дальше он учился в Шацке, как я уже сказала, потом в Тамбовской гимназии. И, кстати, учителем его был Срезневский, наш тоже выдающийся рязанец. Видите, вот такой у нас культурный пантеон рязанцев, такая галерея великих людей наших рязанских. И после этого он поехал в Одессу, учился там в Ришельевском училище. Но, к сожалению, не смог его окончить, потому что его опекун, дядя его родной, умер. И дальше Николай Фёдорович уже всю жизнь сам, вот благодаря своим знаниям. Он был вообще человек феноменальной памяти. Когда он работал в библиотеке, он знал 350 тысяч томов книг наизусть. Вы представляете? То есть вообще уникальный человек во многих смыслах. Он работал где-то 15 лет в разных школах России, преподавал историю, географию, астрономию. Потом 25 лет в библиотеке. И в самом конце своей жизни в архиве Министерства иностранных дел он уже возглавлял архив. Мы даже хотели позвать на наши эти чтения Марию Захарову, которая представитель МИДа, и сделать там у неё выставку по Фёдорову. Но вот выставка точно уже пройдёт в Совете Федерации вот в эти тоже праздничные дни. Почему так популярны его учения? Вы знаете, вот несмотря на то, что он жил в 19 веке, родился в 19 веке, но то, что он придумал, вы понимаете, вот его называют пророком. Потому что ещё в том 19 прекрасном веке золотой русской литературы, вот именно в этом веке он и жил. И, наверное, только наши прекрасные поэты смотрели на небо, ввысь на звёзды, мечтали об этом и что-то фантазировали себе. Если мы вспомним ещё 18 век Ломоносова, разверзлась бездна, звезд полна, звезда мне от счёта бездне дна. И через 100 лет Лермонтов, наш прекрасный поэт Лермонтов, выхожу один я на дорогу, пустыня внемлет Богу, и звезда звездой говорит. То есть вот смотреть на небо и рассуждать о жизни звёзд поэты могли себе позволить, но учёные ещё боялись думать о том, что неужели когда-то человек может взлететь туда к звёздам и выйти вот за рамки вот этого нашего пространства, выйти за пределы планеты. А вот Фёдоров как раз в 19 веке уже предвосхитил выход человека в космос. Он уже тогда говорил, что человек обязательно должен выйти в открытый космос. Люди должны быть братьями, они должны объединиться в борьбе против угрозы, которая надвигается на человечество. Это всевозможные бури, цунами, землетрясения, нашествия каких-то там болезнетворных вирусов, микробов и так далее. И он говорил, что надо прекращать гонку вооружения и что люди должны так объединиться, чтобы вот это оружие, которое они создают, работало не против человечества, а чтобы оно защищало человека от всевозможных угроз. И самое главное, что человек, он считал, в скором времени выйдет в космос и уже через науку, благодаря науке будет защищать в космосе нашу планету. Поэтому вот такие смелые идеи, совершенно прогрессивные и очень романтичные, они многих как-то так воодушевили. И вот русский космизм, основоположником которого он является, он, так сказать, и продолжился в ученых, в писателях, в художниках. То есть после него многие великие люди России продолжили эту тему. Это и Павел Флоренский, и Александр Чижевский, и многие-многие физики, химики. Боже мой, если перечислять, тут передачи не хватит. И самое поразительное, что и в 21 веке это всё актуально, и люди сейчас пишут на эти темы, смотрят на звёзды. Если мы с вами вспомним знаменитый императив Канта, больше всего в жизни меня удивляет. Звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Вот и о том, и о другом писал когда-то Фёдоров, говорил Фёдоров, потому что он считал, что жизнь человеческая бесценна. И, кстати, вот я вам уже сказала, что приедут к нам японцы, японские учёные молодые. Самое удивительное, что носители такого трудного языка, японский язык очень трудный, изучают русский, который не менее трудный. И даже ребята пишут диссертации на тему, например, апокатастасис. Вот не каждый русский человек выговорит это слово, апокатастасис. А Юкия Фукуи пишет диссертацию на эту тему. Апокатастасис – это учение о всеобщем спасении. То есть традиционная церковь считает, что спасутся только праведники, остальные будут всегда в аду. А вот благодаря этому учению ему и Фёдоров придерживался, и все наши великие писатели XIX века считали, что Бог есть любовь, поэтому любовь должны спастись все в пришествии Христа. Вот эта Фёдоровская тема, тема любви к ближнему, тема родства и братства, она очень близка, наверное, каждому человеку, думающему, мучающемуся смыслами жизни. И поэтому такое большое количество писателей, поэтов, учёных читают Фёдорова, изучают Фёдорова и с радостью хотят приехать на его родину. И мы всех ждём. Но особенно мы ждём наших уважаемых рязанцев. Пожалуйста, приходите 7 июня в 2 часа дня в библиотеку имени Горького и для встречи с замечательными учёными со всего мира, учёными, писателями, поэтами, художниками. Вход свободный, бесплатный, двери открыты всем. А что касается вип-персон, какие вип-персоны к нам приедут? Да, Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук, философ, такой большой тоже, великий подвижник, который уже 30 лет занимается Фёдоровым. Она привозит как раз к нам всех гостей, она всё это организовывает. То есть где-то собирается в районе 100 человек приехать из Москвы, из Санкт-Петербурга, ещё раз скажу, из зарубежных стран мира всевозможных. И она определила такие вип-персоны, на которые мы приглашаем всех наших уважаемых рязанцев. Ещё раз, 7 июня, 7 июня в 14 часов основные такие творческие встречи пройдут. И это писатели будут, писатель вообще классик к нам приезжает, классик современности. Его зовут Анатолий Ким, достаточно известный писатель у нас в стране. Потом ещё будет такой Борис Евсеев, иконописец Александр Чашкин, миротворец, правозащитник Глег Глебович Глинка. Это муж Елизаветы Глинки, который после её смерти возглавил этот фонд. И ещё приезжает к нам тоже писатель и культуролог из Франции, но он сам русский по происхождению. Зовут его Валерий Байден, тоже очень интересный человек, человек, который занимается тоже космизмом русским. И он представит свой новый роман о Чижевском. И ещё хотелось бы сказать, что будут замечательные, совершенно молодые учёные из Франции, Рудольф Бьеран, он физик, работает там в космическом агентстве. И из Японии такой приедет Юки Фукуи, он философ. Вы знаете, все иностранцы, которые приедут, все говорят на русском языке, что самое интересное. Поэтому нам очень хочется пригласить всех наших дорогих, уважаемых рязанцев, пригласить 7 июня в 2 часа дня в библиотеку имени Горького для встречи с такими замечательными людьми, как мы их называем, культурной герой современности. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова